Методика разбита на две части. Сегодня мы затронем первую часть, которая должна вам показать, на каком этапе развития находится эта тема в вашей организации. То есть первая часть – это настройка инструментов анализа, вторая часть уже будет применение. Сейчас мы пройдемся по пунктам, я дам пояснение. Вы как бы слушайте, оценивайте, помните, какой у нас с вами по договоренности формат обмена информацией. То есть я рассказываю, а вы все преломляете на свою практику, то есть оцениваете, что из этого у вас уже есть, ставите плюсик. То есть можно прямо распечатать потом и поставить вам галочки напротив пунктов, которые у вас уже есть. Это вот на английском называется чек-лист. А из пунктов, против которых вы галочку не поставили, получится как раз заготовка для плана по развитию. Итак, настройка. Здесь, кстати, мы заходим шире. Анализ не только финансовый, но и экономический. Вы теперь увидели, что это два разных анализа. Сейчас еще убедитесь в том, что это действительно так. Анализ должен производиться на нескольких организационных уровнях. Это будет определять разные цели полагания. То есть верхний уровень – это расчет показателей, оценивающих достижение целей акционеров. Вспомните, что вам рассказывал Михаил Алексеевич. С позиции акционера какие три самые важные аспекта в оценке успешности бизнеса? Это стоимость компании, дивиденды и риски. Стоимость дивиденды и риски – это критерии успешности бизнеса. Это не отдельные показатели, потому что показателей много. Та же самая стоимость бизнеса оценивается несколькими методами, минимум двумя. Капитализация прибыли и метод ликвидационного баланса. То есть уже два показателя на один критерий. Оценка рисков – это большой спектр разных видов инструментов. Есть неколичественные методы, например, карта рисков. Есть количественные математические методы. То есть идем сверху вниз по целям бизнеса. Кто главный в бизнесе с точки зрения, чьих целей надо преследовать для всех сотрудников, как вот такая заповедь. Главные – это акционеры, их цели. Второй уровень – анализ по группе компаний. Здесь проблема в том, что в российской практике термин «группа компаний» сильно размыт. Есть реальная группа компаний, там вот Роснефть, корпорация. А также любой малый и средний бизнес у себя размножает юрлица для цели минимизации налогов. Мы это часто видим. Это очень сильно усложняет учет, бюджетирование за счет создания трансфертных цен, внутренних оборотов. Там сотрудников в разные юрлица разносят в учете. То есть такая путаница возникает, что иногда не соберешь там концов с концами. Здесь понятие группы компаний, которая реальная группа компаний, там как финансово-промышленная группа. А есть группа компаний, когда микробизнес, там 4 юрлица, просто потому что основные средства повесили на одно юрлицо. Сбытовую деятельность в виде торгового дома вынесли во второе юрлицо, закупки в третьем, производство в четвертом. А всем это управляет управляющая компания, там из двух человек. Получился вот на пустом месте мини-холдинг. И все это ради минимизации налогов. Соответственно, при оценке группы компаний важно убирать внутренние обороты. Важно понимать, что производственная, коммерческая и другие виды деятельности могут сильно отличаться по нормативам значений рекомендуемых показателей. То есть если рентабельность по выручке в производстве считается, допустим, нормальной на уровне 3-5% чистой прибыли к выручке, то в торговой деятельности в опте должно быть 15-20, ну 10. А среднее может получиться 7, то есть всегда велик риск при анализе по группе компаний столкнуться с феноменом вот этой средней температуры по больнице. Но тем не менее, все равно во всем мире это делается, поскольку для акционеров важен общий совокупный результат вот всем, чем они владеют, что это из себя представляет. То есть важна оценка и вместе в виде группы компаний, и по отдельности. Каждый отдельный вот пункт С, бизнес-единица. Это отдельное юрлицо или отдельное направление. И еще два таких вспомогательных вида анализа, пункт Д и Е. По функциям менеджмента, там, закупки, сервис, могут оцениваться отдельно, эффективность отдельных служб. Это сложно, потому что нужно освоить тогда в финансовом менеджменте сложнейшую тему распределения косвенных затрат. Когда вы ведете учет в рамках одного юрлица, у вас и прибыль, и выручка считается в целом по организации. А если вы захотите сделать анализ, допустим, рентабельность коммерческой службы предприятия, то нужно строить выделенный управленческий баланс. Провести инвентаризацию управленческую, оценить, каким имуществом распоряжается именно коммерческая служба. Допустим, это 10 сотрудников сидит там в трех комнатах. Сколько там столов, стульев, компьютеров, шкафов. Кстати, в бухучете это может быть списано на текущие расходы. И вот с точки зрения управленческого учета может относиться к основным средствам. Тут еще вопрос к учетной политике. Я так осторожно затрагиваю темы из соседней предметной области. Управленческий учет. Потому что там многие сложные вопросы надо сначала там урегулировать. Прежде чем к анализу идти. Так вот, вспомните мои слова. У многих компаний российских не ведется управленческий баланс в целом по бизнесу. А сейчас я говорю, что нужно вести еще не в целом по бизнесу, а по каждому направлению бизнеса строить выделенный управленческий баланс. Есть баланс по юрлицу. Он может совпадать с бухгалтерским. А надо строить дополнительно управленческий виртуальный баланс. Тоже актив, пассив. Там есть технология. Мы можем выслать вам на почту. Наша методика построения управленческого баланса по выделенной единице. Ревизионным методом есть такое название. И кому интересно, пришлите запрос. Мы на почту. Мы вышлем вам методика. Достаточно несложная с точки зрения изучения. Но вот применить ее надо потренировать. И можно еще спуститься на уровень Е. Это делают только очень крупные компании. На уровень анализ процессов. Анализ эффективности финансовый бизнес процессов. Напомню, что есть такая концепция, цепочка добавленной стоимости. Но она требует введения в компании процессного учета. Ответьте себе на вопрос. Вы когда-нибудь слышали про такой термин? Процессно-функциональный учет. ABC-хостинг. Activity-based хостинг. Это когда затраты считаются не в целом под предприятию, а разносятся по цепочке добавленной стоимости отдельно по функциям менеджмента. Закупка, хранение, производство, сбыт, логистика и так далее. И рассчитывается экономический вклад каждой службы в общую прибыль. Для того, чтобы потом принимать решение. Пресловутый транспортный цех оставить в своей структуре или отказаться брать эти услуги на аутсорсинг. Ну, то есть мы с вами затронем лишь самый верх этой сложной модели. Мы рассмотрим просто перечень показателей наиболее интересных, важных. А вообще, как видите, копать можно достаточно глубоко. Но были бы, скажем так, поставлены задачи. Тут еще проблема в обеспечении, скажем так, финансовой службы персоналом и бюджетом на содержание. Потому что, как я вам приводил пример, генеральный директор, который спрашивает, зачем мне экономист-аналитик. Вот таких руководителей невозможно убедить в том, что финансовая служба должна иметь достойный бюджет содержания. Хорошие зарплаты, хорошие компьютеры, мощные. Не скупиться на программное обеспечение. Такой современный офис 365 позволяет делать очень глубокий анализ. Тот же Excel в 365 офисе включает бесплатные надстройки от Microsoft. Это Microsoft Power BI, Business Intelligence, и Microsoft Pivot. С применением этих надстроек можно творить просто чудеса в Excel, бесплатно причем. Есть такая программная оболочка, внедрение которой стоит от 3 до 5 миллионов рублей. ClickView называется. Так вот, ее функционал практически аналогичен. Они, кстати, прямые конкуренты с Microsoft. Со временем на Excel из офиса 365. Его так называют. Он обычно в комплекте с 10 Windows идет. Но там нужно освоить некоторые сложные инструменты, например, сводные таблицы. Кто видел новый Excel, там возможность визуализации и аналитики просто волшебная. Там графики можно интерактивные строить. То есть нажимая на столбик в ее диаграмму в графике, может разворачиваться привязанная к нему другая диаграмма. Там с детализацией данных можно проваливаться на уровень вниз. Называется drill down. Это я все к чему говорю. Я не рекламирую Excel. Я просто вспоминая. У нас иногда встречаются слушатели, которые говорят, ну, Excel это для малого бизнеса. Вы нам что-нибудь серьезное посоветуете из области автоматизации, там, анализа, учета. Вот эти люди явно не знают всех возможностей современного Excel в сравнении со старым Excel в 2003. Только название объединяет эти программы. Там современный Excel, там много сложных, интересных технологий. Там DAX-формулы, сводные таблицы, интерактивная графика. Но это требует денег. Это лицензионные вещи. Там в пиратске, может, сейчас там ходом их не купишь. То есть я говорю про содержание финансовых служб, что эта функция требует затраг. Второй пункт, давайте пойдем дальше. Выбор утверждения показателей. Вот здесь как раз перечисляются факторы анализа из финансовой составляющей. Я их вам называл на слух. Экономический анализ, так и самостоятельный блок. Мы с вами рассмотрим маржинальный анализ, планфактный и АБЦ анализ. А вообще вот здесь стоит с тремя точками, имеется в виду, что здесь можно продолжить. Я напомню, литературы очень много, и вы можете на свое усмотрение применять все, что там используется, описано, если вам это интересно. Там есть метод АБЦ, метод цепных подстановок, там какие-то есть разные экономические модели. Но их применяют в основном в крупных компаниях, планово-экономических отделах, где не полтора человека, там серьезно, штатная численность, не знаю, там от пяти до двадцати. Вот уже есть ресурс на то, чтобы этой глубокой красивой аналитикой заниматься. Еще раз вы видите, что анализ, который в обиходе называют финансовым, в принципе распадается на два – финансово-экономический. Специальные инструменты анализа мы с вами тоже затрагивали сегодня. Вот оценка инвестиций – это отдельный блок, оценка стоимости бизнеса – отдельный блок, оценка эффективности бизнеса – отдельная группа показателей, в основном они потом и получают статус KPI и входят в мотивацию отдельных сотрудников, руководителей. Оценка рисков – отдельный блок, и можно тоже расширить. Способы анализа данных, давайте пробежимся, я быстро напомню. Они вам все должны быть хорошо известны. Горизонтальный анализ. Вы анализируете показатели в одном отчете по горизонтали. Допустим, выручка текущего периода сравнивается с выручкой прошлого периода. Это горизонтальный анализ. Вертикальный – это когда вы анализируете внутри одного столбца соотношение данных одной строки к общему итогу. Обычно это называется ABC-анализ. Например, доля расходов на флот в общей структуре затрат. Очень многих интересует, сколько это должно быть. Поговорим об этом в следующей сессии. Вертикальный. Трендовый анализ. Когда у вас есть набор данных за разные отчетные периоды по факту, и вы на их основе делаете прогноз на будущий набор периодов с помощью визуального или математического тренда. Коэффициентный анализ дает ответ на вопрос, что произошло, это расчет показателя. А факторный анализ раскладывает показатель на составные части, дает ответ на вопрос, почему произошло. Например, рентабельность активов мы с вами будем рассматривать. Это дробь. И вообще все показатели рентабельности – это дробь. И главная интрига заключается в том, что в дроби на общий итог может влиять не только числитель, но и знаменатель. Например, если у вас успешный доходный бизнес, вы много вкладываете в основные средства, основные средства ставите на баланс, баланс входит в сумму активов, что у вас будет в следующем периоде с рентабельностью активов, он упадет. Потому что прибыль так быстро не вырастет, а актив вы только что накачали своими инвестициями. Я вам про этот феномен расскажу, он называется закон обывающей отдачи. Это самый интересный для экономистов и финансистов феномен, связанный с показателями рентабельности. Когда в прибыльном бизнесе рентабельность падает в процентах, а не в рублях, потому что ее тянет вниз знаменатель, поскольку он же вниз формулу тянет, если растет. То есть факторный анализ раскладывает показатель на составные части, показывает, почему значение изменилось, а коэффициентный просто высчитывает значение за период. Далее, шаг номер три, это мы все про настройку говорим. По каждому показателю нужно определиться с формулой, и там дальше еще будет с нормативом. Не все так просто, я покажу в начале следующей сессии, что формулы для разных показателей, для одинаковых показателей могут быть разные. Мы с удивлением обнаружили в российской литературе очень большой разброс и разночтение. Например, мы нашли в литературе разных российских авторов восемь разных формул расчета коэффициента общей ликвидности. Вот представьте, что делать обычному аналитику. Вы покупаете какую-то книжку по финанализу наугад. Там одна формула какая-то дана известным авторам. Покупаете книжку другого автора, а он дает поправки, корректировки формулы, говорит, что надо считать по-другому. Соответственно, вот этот вопрос мы обсудим. Финансовая служба должна выступить вот здесь вот именно в роли такого органа спандартизации. Мы это называем методолога. То есть выбрать и утвердить расчет показателей именно для нашей компании, потому что вы будете встречать по очень многим коэффициентам разные формулы. Мы уже давно с этим столкнулись, там мучились долго, пока не нашли ответ на вопрос, что с этим делать. Про этот ответ я расскажу в следующий раз. Расскажу про нормативы. Четвертый отдельный пункт. Здесь вот единственное, что сегодня мы с вами успели обсудить, что у любого российского предприятия, в принципе, такой иностранной компании, есть всего два источника данных, с чем сравнивать фактическое значение показателя. Большинство российских компаний сравнивает показатель текущего периода с предыдущим. Это достаточно ограниченный взгляд на бизнес, потому что весь мир сравнивает текущий показатель и с предыдущим периодом, но и со средними показателями по отрасли. Ну вот вам пример условный. Если у вас рентабельность продаж в прошлом году была 4%, допустим, отчетность достоверная. В этом году рентабельность продаж выросла до 6%. Было 4, стало 6. Вы делаете вывод о том, что очень повысилась доходность, там 4, 6, 2% выросло. А в относительном приросте на 50% выросла доходность, как бы, 2 к 4. Но если на рынке средняя рентабельность 10, то и 4 наших, и 6, это ни о чем. Это значит, что мы в отстающем списке. Вот огромное количество российских компаний не знает, а какая средняя по рынку рентабельность, потому что правленческий учет конкурентов – это коммерческая тайна. Публичным данным в тех же контрфокусе, там, спарке, использовать их можно, доверять ли или нет, большой вопрос. То есть это пока такой сложный вопрос. Но пытаться нужно. Пытаться нужно хотя бы в режиме тренинга, чтобы у вас сформировался устойчивый навык оценивать, показатели ваши собственные, с аналогичными, там, по лидерам рынка или по ближайшим вашим конкурентам. Пункт пятый. Когда вы определили перечень показателей, вы должны понять, каким отчетом они привязаны, и есть ли у вас эти отчеты, насколько они оперативно составляются, и насколько в них достоверная информация. Мимоходом я буду рассказывать про эти вопросы в будущих сессиях, как побочный материал. Для каждого отчета у вас должен быть определенный источник данных, но надеюсь, что у многих это сделано. Там у вас ручная обработка Excel или полуавтоматизированная, 1С плюс Excel или полностью автоматизированная, какая-нибудь ERP-система. Пояснительная записка, пункт семь. Мы об этом поговорим в самом конце, плюс об этом будет говорить Михаил Алексеевич в завершающей сессии, там, номер шесть вебинар, сейчас точно дата не помню, последняя. Восьмой пункт. Регламент. С какой периодичностью проводить анализ и докладывать результаты руководству. Ну и вот еще последние три пункта. Для большого бизнеса и среднего рекомендуется это еще все зафиксировать и писать в положении. Напомню, что любая технология в менеджменте, как только она сформулировалась, внедрилась, ее надо формализовать в виде написания положения. Это придает дополнительный уровень качества этой технологии и формирует требуемый уровень дисциплины соблюдения, там, правил, регламентов и прочих аспектов. Прочие важные моменты. Не забывайте, что финансовый анализ это не отдельная, вырванная из контекста технология, она потом интегрируется и в бюджетирование. Я расскажу, и Михаил, наверное, рассказывал. Финансовый анализ по бюджетам. Не обязательно анализ делать только на основе данных прошлых периодов. Показатели прекрасно позволяют оценить прогнозы, качество прогнозирования на основе бюджетных и плановых цифр. Формулы-то одни и те же. Интеграция в систему управления эффективностью, я уже об этом говорил. Некоторые виды показателей получают статус KPI. Мы поговорим о том, что такое KPI, как они присваиваются, то есть чем отличается просто термин показатель от показателя, который получил термин KPI. Чтобы не было путаницы. Интеграция в систему контроля, управление рисками. Ну и вот пункт, который мы почти не будем обсуждать, поскольку он так в формате вебинаров плохо поддается обсуждению. Тут нужна уже индивидуальная консультация, личное общение. Это автоматизация. Продолжение следует...